всем привет сегодня мы поговорим о том как определить рыночную стоимость автомобиля у меня большая просьба к вам если это видео кажется для вас полезным то обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк и можете задавать любые вопросы в комментариях мы постараемся ответить на каждый из них и так наверняка вы хотите продать свой автомобиль и хотите это сделать первое быстро второе по наиболее максимально выгодной цене ну и третье как бы безопасно наверно и сегодня мы поговорим о том вот как все-таки определить эту наиболее выгодную рыночную цену я бы хотел начать с того чтобы мы разделили эти два понятия просто цена и какая-то вот эта рыночная цена которая вдруг появилась и всех так интересует вот просто цена давайте ее назовем без каких-то глубоких экономических терминов и мы поймем то что это та цена которую хочет производитель за автомобиль ну и мы приняли ее как должное потому что мы поняли что производитель вложился туда деньгами интеллектом он покрасил и сделал металл из которого произведена эта машина и много-много всяких инноваций технологий штук разных и он оценил это в такую стоимость плюс приплюсовал туда свою прибыль и выставил ее на продажу и мы купили автомобиль поездив на нем год-два-три мы понимаем то что мы хотим его продать и мы понимаем то что цена теперь стала другой мы не можем продать его за то что купили теперь такая появляется рыночная цена и она гибкая она не статичная она не зафиксирована на долгие годы и всегда будет стоить автомобиль столько есть свои компоненты из которых складывается рыночная цена автомобиля я приведу простой пример чтобы было более понятно например есть два автомобиля пусть это будет ford focus и один автомобиль 2010 года и второй но один автомобиль красный а второй автомобиль черный и у них одинаковый пробег у них одинаково техническое состояние но у одного автомобиля утеряна сервисная книжка у него три хозяина в птс у красного а у черного сервисная книжка в наличии один хозяин в птс но казалось бы железо одно из чего произведены машины и автомобили одинаковые и не хватает буквально пару бумажек и состояние у них одинаковое просто цвета машин разные в чем собственно проблема почему стоит один дороже второй дешевле но есть множество маленьких нюансов из которых складывается рыночная цена и соответственно черный автомобиль будет дороже в цене потому что черный цвет всегда будет ликвиднее и наличие наличие сервисной книжки и одного владельца в птс будет соответственно преимуществом у этого автомобиля и мы можем смело ставить его дороже ну а красный будет дешевле хорошо давайте все-таки перейдем к вопросу как же определить эту самую стоимость рыночную но первое с чего стоит начать это самый банальный простой способ это зайти на сайты с объявлениями такие как автору авито и посмотреть тот диапазон цен которые стоят там там есть так называемые самые дешевые первые цены есть средняя плотность рынка и есть самые дорогие цены мы должны изучить несколько машин понять по какой причине они стоят по самым дешевым ценам или средним или дорогим и понять соответствует ли наша машина какой категории соответствует наша машина и отталкиваясь от этой информации выставлять ее в объявление мы можем поставить его немножко дороже подождать немного времени и понять насколько активно звонят потенциальные покупатели второй способ вы можете зайти к нам на сайт ссылочка будет в описании автодифис лета точка ру и там будет такая большая форма туда вы вбиваете данные своего автомобиля и в течение ближайшего времени с вами свяжется менеджер и он вам предложит цену но цена будет примерно на 10-15 процентов ниже рыночной соответственно вы можете или сами приплюсовать эти 10-15 процентов и понять сколько стоит машина на рынке или просто попросить менеджера ответить на этот вопрос слушайте а сколько стоит моя машина на рынке мы не утаиваем эту информацию это не что-то секретное эта информация полностью прозрачна и доступна для каждого и мы вам ответим на этот вопрос по телефону третий способ он также займет у вас несколько минут вы можете зайти на сайт официального дилера вашей марки позвонить ему и сказать свою ситуацию сказать хочу продать машину скажите пожалуйста сколько вы готовы мне предложить на выкуп за мой автомобиль или все-таки может быть трейдин и отталкиваясь опять же от этой информации мы должны понимать официальный дилер также предложит примерно на 10-15 процентов ниже рыночной и мы должны будем спросить у него и проконсультироваться а сколько стоит мой автомобиль на рынке я думаю что это позволит вам понять примерную цену и четвертый способ он будет таким кропотливым нужно будет немножко заморочиться и поездить возможно я не знаю я лично сам никогда его не пробовал не проверял но слышал что так делают некоторые люди для этого вам необходимо будет приехать в какой-нибудь банк или кредитную организацию и придя к ним спросить слушайте я хочу взять кредит или может быть суду под залог моего автомобиля подскажите мне пожалуйста сколько стоит будет моя машина вот в этих целях если вы ее возьмете под кредит и возможно работники банка могут вам рассчитать тоже стоимость за ваш автомобиль но это не будет рыночная стоимость я думаю что никакой банк не предложит рыночную стоимость я думаю что это будет немножко ниже рынка и вы можете сами приплюсовать тот процент этому может процентов 20 а то и 30 в некоторых организациях которые вам придется приплюсовать чтобы понять рыночную стоимость автомобиля Надеюсь, что эти инструменты помогут вам наиболее выгодно и хорошо продать свою машину. И также множество полезной, хорошей и нужной информации, связанной с покупкой и продажей автомобиля, есть на нашем сайте autodefacelet.ru. Переходите, изучайте, я думаю, для вас это будет интересно. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok